Денис, приветствую тебя. Традиционный эфир «Технический фундаментальный анализ». Разбираем актуальную ироничную ситуацию и, конечно же, комментируем то, что происходит, даем инфоповоды, информацию в принятии инвестор-решений. Ты знаешь, прежде чем сегодня начать, хотелось бы задать тебе вопрос как человеку-хейтеру всего, что связанному с ковидом. Я помню наши с тобой старые эфиры, когда ты отзывался определенным образом о том, что происходит с этой пандемией, с накрученностью этого события, с чрезмерной верой в то, что действительно он накрыл мировую экономику. Сейчас вот этот вопрос обусловлен тем, что ты прекрасно следишь за новостями. Самое обсуждаемое сейчас усиление локдауна, там жестких карантинных ограничений в Лондоне, якобы нашли новый штамм вируса, который еще более разрушительный по последствиям, вроде бы как и распространяется интенсивнее, быстрее и есть даже риск того, что против этого нового штамма неэффективны те вакцины, которые разрабатывались в течение всего 2020 года от Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Вопрос в следующем. Ты считаешь, что это опять чрезмерная паника, которая появилась на рынке или может быть все-таки есть какое-то зерно истинной того, что человечество столкнулось с новой угрозой и возможно в 2021 году, который начнет совсем скоро, нас ожидает повторение всего того, что мы пережили в 2020 году, когда появляется какая-то новая болячка и никто не знает, как с ней бороться и, соответственно, все вытекающие отсюда негативные последствия для мировой экономики. Ты видишь в этом риск? У этой угрозы есть и имена, и фамилии. Это вот единственная угроза, которая реально над всеми нами нависла и вовсе не вирус. По поводу того, что информационные вбросы, что штамм, ты лучше задай вопрос, откуда взяли цифру, на что она на 70% заразнее. За столь короткий период, если вдруг его только-только нашли и уже такие цифры публикуют, это раз. А во-вторых, с учетом того, сколько сейчас было допечатано, денег, какие субсидирования получают, то, естественно, многим это понравилось, а что? Можно очень неплохо на дармовых деньгах жить, допечатывать, почему бы не провернуть этот трюк в 2021 году. То, что вирус красивый, классный предлог, все равно народ схавает. Какая разница? Самое главное, это максимально через СМИ донести, а дальше уже люди сами сделают свое дело. Вот в чем проблема. Поэтому у меня лично мнение абсолютно не менялось. Хотя у меня много есть знакомых переболевших. У меня вот и мама тоже переболела. Все живы, здоровы, благо, все хорошо. У каждого, да, было по-разному, но тем не менее, не так страшен черт, как его везде показывают. Если меньше было шумихи, то и люди здоровее были, психика их, да и экономика тоже. Ну, слушай, в принципе, как бы разделяю такую точку зрения. Хочется лишь добавить, что хорошо, когда есть какие-то новостные вбросы. Опять же, я это тому, что это делает рынки активнее, это делает движения более выраженными, тенденции более мощными, волосильность выше среднего. Как раз то, что нужно нам, трейдерам, потому что мы прежде всего охотимся за самыми интересными движениями. Куда хуже было бы, если бы на рынке наблюдался бы дрейф, и мы бы сидели, смотрели какой-то узкий канал и надеялись, когда же наступит тот самый момент, когда инструменты выйдут из этого узкого коридора. Сейчас действительно движуха серьезная. И мы уже говорим о рождественском ралли. По некоторым инструментам это прям очевидно. Например, фунт, который летает по 300 пунктов вверх и вниз за одну торговую сессию, это гиперволатильность. Очень надеюсь, что те трейдеры, которые все-таки работают с этим инструментом, контролируют риски и умудряются зарабатывать на обоих движениях. И, конечно же, мы будем с тобой следить за тем, что происходит. Я предлагаю сегодня, раз вы уже затронули тему фунта, пару слов о нем сказать. Возможно, у тебя что-то интересное есть в плане техники. Можешь тоже сказать. Ну, я, как всегда, прокомментирую с позиции фунта. Давай тогда к демонстрации экрана. Начнем традиционно. Да, давай. Так, ну, прежде всего, хотелось бы пробежаться в двух словах по тому, что у нас с индексом американской валюты, который я традиционно рекомендую шарфить. И, в принципе, локально мы сейчас видим, что индекс доллара снижается. В частности, отбились мы от линии нисходящего тренда, развернулись выше 90-60, так и не прошли. Соответственно, сейчас в 90-11 я рекомендую ставить на обновление минимум в районе 89 и уже уход к лоу 2018 года, это на отметке 88, точнее. А почему все-таки рынок охладел вот в плане энтузиазма к доллару и решил не продолжать вот этот вот отскок, который начался буквально, вот мы наблюдали в начале этой недели. Потому что Конгресс США, протянув резину на протяжении последних трех месяцев, наконец-таки дал экономике 900 миллиардов долларов. Уже это принято и в палате представителей в Сенате. Нормальная сумма, нормальная для начала, тем более, как мы помним, Джо Байнер отметил, что это первоначальные взносы перед еще большим экономическим стимулированием. Потому что, если действительно тему с ковидом будут раскручивать как маховик дальше в 2021 году и заставить нас, трейдеров и инвесторов, пойти на второй круг со всеми пессимистичными сценариями того, что снова просядет экономическая активность, производство, сферу слуха, экономики, грядущей рецессии. Все это будет поддерживать идею необходимости все-таки перезапуска печатных станков, действительно, когда мировую экономику продолжат заливать деньгами. То, что сейчас Конгресс согласовал новые меры экономической помощи, будем считать, что это хорошая пилюля для того, чтобы завершить этот год с ожиданиями еще большего ослабления доллара. И я думаю, что в первом квартале мы вернемся к теме того, что американской экономике нужно еще больше, гораздо средства, может быть, 2-3 триллиона сверху. Поэтому, друзья, если кто-то из вас рассматривает, опять же, фондовый рынок, кстати говоря, Денис, сегодня можно посмотреть S&P, давненько не заглядывали на него. Да, согласен. Если кто-то из вас интересуется именно долгосрочным взглядом на американский фондовый рынок, можем посмотреть даже сразу S&P, то с учетом новых денег, которые локально сейчас вливаются в экономику, с учетом того, что скорее сегодня продолжат вливаться, я думаю, мы увидим не один перехайд. И вот сейчас вот 4-часовой таймфрейм, очень хорошо держится линия тренда. Мы снова оказались выше уровня 3650, 3688 пунктов в моменте. Поэтому я бы рекомендовал ставить на дальнейший рост с уходом уже индекса в район 3800. И здесь я, пожалуй, прикручиваю цели от сети, которые рекомендуют своим клиентам по S&P ждать 4000 пунктов. Но 4000 пунктов пока что крутоват, наверное. Но 3800 вполне достойный целевой ориентир. Так, по поводу европейской валюты, тоже мы работаем в рамках восходящего тренда. Прекрасно держатся линии указанного тренда. Сейчас котировки 1,2219. Я рекомендую для тех, кто не покупал, использовать вот как раз текущую проторговку, чтобы заходить в планги с целью выше отметки 1,23. Идея здесь полностью соотносится с тем, что ожидают снижения курса доллара, какого-то интересного фундамента европейского происхождения. Нету его и не нужно выдумывать. То есть работаем по тренду снижения курса доллара. И, соответственно, риск от этого будет только выигрывать. А вот что касается британской валюты, здесь просто чума, конечно, по движению. Даже можем посмотреть. Вот четырехчасовой таймфрейм. Тут даже по диапазону видно, что фунт летает на 300-400 фунтов. Поработать, конечно же, в таких условиях крайне непросто. Я рекомендую все-таки к фунту относиться как к долгосрочной инвест-идеи, когда заходите с небольшими рисками, с маленьким плечом, потому что знаете, что от этого инструмента можно ожидать дальше. Я сторонник жесткого Брекзита, и тем более я опираюсь в своих выводах, которые делаю на последний новостной фон. И сам факт того, что вот практически 10 дней остается до конца, ну практически даже меньше, до конца этого года, а соглашения по-прежнему нет. Значит, жесткий Брекзит, дальнейшие отношения по принципам ВТО тоже со всеми вытекающими негативными последствиями для показателей торгового баланса. И вот эта ковидная тема, о которой я говорил в самом начале, закрытый Лондон, новые штаммы, жесткие ограничения и фактически тотальная изоляция, которая также негативно отразится на экономическом росте. Как действовать конкретно по фунту? Я думаю, что в случае пробоя отметки 1,3460, даже 1,3450, 1,3460, можно как раз использовать селлимиты для того, чтобы продавать с целями на отметке 1,30. Так, Денис, слово тебе передаю. Так, отличное слово взял. И как раз мне есть на самом деле что сказать. Значит, начнем тогда вот с евро. Смотри, по евро я полностью разделяю твое мнение касательно того, что вот если по индексу баксов будет действительно добой, то есть уход под 89, у меня такой вариант, кстати говоря, есть, вплоть до 89 приблизительно, то, собственно, евро у нас, ну ничего другого не останется, как сделать перехай. И, следовательно, вот вчера у нас очень красиво здесь был объем, покупной его даже сейчас покажу. Вот он на часовом графике очень хорошо виден, вот торчит. Это классическая кульминация. Кульминация с точным большим вливанием. Вот здесь вот внизу, то есть здесь и по АСКам вливали, то есть рыночные покупки, и по бидам это байлимиты. Отскок от Депока происходил. То есть, на самом деле, очень классическая ситуация. Откуп выше, чаще всего такое добивает вверх, а вот затем уже я действительно буду смотреть на какую-то разворотку. Потому что сейчас пока что то, что я вижу с точки зрения отскоков, вот и на прошлой неделе достаточно четко здесь вот отскок видел, и на этой неделе, в принципе, прослеживается та же тенденция, то пока еще нет ключевого важного перекрытия. Поэтому тут я соглашусь, что могут реально добить на где-то 23.20, 23.35, где-то вот в эту область. Там уже буду смотреть, может, что-то появится интересно. Это если появится. Плюс-минус, естественно. То есть, там уровней нет, за которые зацепиться, поэтому приходится немножко такие манипуляции делать с анализом, потому что нет, к сожалению, стратегических уровней. Ну, а так, в целом, я считаю, что все равно рынок достаточно сильно сейчас по евро перегрет. Если проводить подобную аналогию с фунтом, то здесь, я думаю, что, в принципе, могут дать еще перехай вчерашнего дня, но это уже вообще не факт. Либо прийти просто на ретест. В целом, фунт у нас сделал очень крутое движение. Я даже не ожидал, что его настолько быстро вниз опустят, как вчера. Хотя, ну, это, в принципе, логично было, потому что новость там по поводу нового штамма и так далее. Все это начали опять раскручивать. Видимо, чтобы немножко отвлечь от Брексита, решили таким образом переключить центр внимания у данной страны. И, следовательно, мы увидели такое мощное движение вниз. В идеальном вообще виде подошли к маржинальной зоне, границе канала. Очень круто здесь все увидели. Затем сделали отскок. У меня была заранее рассчитана вот такая зона для продаж. Там 34,88, 35,48. Ну, собственно, я своим ребятам рекомендовал на 1,35 отложку ставить. У кого-то там полпункта не дошло, у кого-то пункт в пункт. Тут уже зависит тоже от погрешности котировок. Но, в целом, могут еще раз прийти сюда. Там даже небольшой перехач их сделать, потому что желающих продать здесь, на самом деле, огромное количество, в том числе и я. Поэтому, если сделать еще небольшой перехай, то будет классно. Поэтому я тут согласен с тобой. Единственное, только насчет 34,50,60, ну, там немножко рисковая затея. В идеале увидеть перехай вчерашнего дня и попробовать тогда уж снова продать. И, опять-таки, цели на добой вниз. Поэтому он, в принципе, коррелирует с евро. Ну, естественно, это разные страны, разная совсем экономика. То есть, это еврозона в целом. Там это Великобритания со своими приколами, брекситами, новыми штаммами. И черт узнает, что они еще там придумают в итоге. Но, в целом, концепция приблизительно очень-очень похожа. И у меня лично складывается такое ощущение, что фунт уже все, что хотел, он сделал. А евро буквально уже на пороге своего финального рывка находится. И если все это дело подытожить по S&P 500, у меня была вот такая зонка. Я ее в понедельник еще тоже ребятам чертил со своего закрытого канала, когда цена где-то вверху еще была. Вот здесь вот болталось, не было вот этой вот черной свечки вниз. И, по сути, да, ее вот так вот как бы ложно пробили, но там ниже зацепиться даже не за что абсолютно было. Вот, ложный пробой сделали. И теперь я вижу исключительно на перехай в район 3,750. Да, был сделан там перекрытие прошлого сегмента. Но в данном случае, я думаю, что этот паттерн все-таки смогут сломать. Во всяком случае, попытаются уж точно. Вот, поэтому на 3,750 я ожидаю, что перехай будет в такое количество опять-таки новых денег вливает в экономику США. И, собственно, для рынков это будет очень хорошим подспорьем для поддержки. Вот, потому что тоже просматривая сейчас, вот, например, у меня позиции по фондовому рынку, здесь просто все растет как на дрожжах. Уже некоторые IPO-шные позиции поскидывал, буду еще на этой неделе скидывать. Но в целом рост очень хороший. Даже там висяковые, которые IPO-шки были, не сильно выгодны. И все равно даже они уже наполовину поотрастали. Поэтому я считаю, что фонда у нас будет расти. Следовательно, S&P 500 в рост. И остальные валюты будут добивать свои уже такие стратегические цели. Ну и, соответственно, индекс бакса, в принципе, сейчас пока еще где-то в середине находится. Но могут еще провалить ниже. То есть примерно вот по такой схеме. Так, Денис, спасибо тебе за комментарии. Традиционно у нас с тобой тандем, техника и фундамент, которые указывают на движение в одном направлении. Круто, да. Это очень хорошее подтверждение того, что все-таки, наверное, действительно рынок поведет себя именно так. Будем следить за тем, что происходит в следующий четверг. Соответственно, в четверг у нас с тобой. То есть четверг – это последний торговый день. То есть, надеюсь, нам будет что обсудить, потому что там уже совсем рынки будут вялыми. Но я думаю, что мы с тобой предварительно еще спишемся и обсудим. Посмотрим на рыночную ситуацию, будет ли в этом необходимость вообще собираться или нет. Ну, в любом случае. Я думаю, мы даже, может, что-то интересное придумаем для зрителя. У меня есть некоторые идеи, потом тоже с тобой обсудим. Отлично, супер. Хорошо тогда. Ну что, спасибо тебе и пока. Спасибо и до скорой встречи. Пока-пока.